На столе разложено с десяток дипломов разного достоинства. Все это результат участия всего в двух театральных конкурсах. Правда, проводились они не на сцене перед полным зрительным залом, а в сети интернет на специальном сайте, куда ребята отправили записи своих выступлений. София Кочкина успех принес отрывок из рассказа про умную собачку Соню. Соня достала из холодильника зеленую баночку горчицы, взяла большую столовую ложку и решительно сунула ее в рот. Да, это надо читать, но все же в уме надо представлять всякие разные картинки, чтобы почувствовать себя вот этой собачкой, которая любит покушать. Еще один участник коллектива «Люкс» Сергей Туряев для своего выступления выбрал монолог Татьяны Витросян под названием «Записка». Герой этого мини-рассказа собирался силами, чтобы признаться однокласснице в любви. Спасение было только в одном. Он мгновенно вырвал листок из тетрадки, сжал решительно губы и твердым почерком вывел грозные слова. «Воробьева, я тебя тоже люблю, и пусть ей станет страшно». Такая форма театральной практики мальчику в новинку, но, как признался сам артист, на сцене он себя чувствует комфортней. «Потому что ты выходишь на сцену, на тебя смотрят много зрителей, всем как бы нравится, как ты играешь. Ну, а насчет монолога, который я читаю на камеру, ну, я думаю, что стоит попробовать все-таки, может, что-то займу, и вот у меня получилось, я заняла первое место». По мнению руководителя коллектива Татьяны Синицыной, такая форма участия в театральных конкурсах полезна ребятам. Они получают бесценный опыт, и если они решат связать свою жизнь с театром, это им будет хорошим подспорьем. Кирилл Васенин, Артемий Глазков, Владимир Лисик, служба новостей, Саров, 24.